всем привет еще раз это очередной литературный обзор и сегодня я хотел бы поделиться с вами еще одной книги которая буквально вот в прошлом году вышла и недавно заметил заказал себе как только она пришла и она не очень большая примут за сутки и прочитал она немножко не на черкесах не в целом о кавказе а об очень интересном вопросе об аланах вот она эта книга писал ее археолог опытный профессор российской академии наук и заведующий отделом теории и методики института археологии ромбитрий сергеевич коробов в это на аланы северного кавказа этнос археология и палеогенетика то что вы любите ну смотрите какая штука что хочется сразу отметить мы понимаем что тема алан сегодня на кавказе это очень горячая тема которая вызывает постоянные споры драки там просто это тема для любых раздрайв практически до сразу как минимум двух-трех-четырех народов и автор это понимает он видимо не раз сталкивался с этой темой поэтому вся книга выдержана в очень взвешенном очень осторожным тонком таком стиле и он каждый раз подчеркивает что я не хочу никого обидеть и это все вот исключительно основано на материальных фактах археологических раскопках интерпретации очень осторожные мы ни в чем не уверены может так и может так это просто вот такое мнение он постарался очень взвешивая на ее как бы так вот провести эту тему красной линии через всю книгу собственно чем интересна книга она она представляет на настоящую такую научную картину вопрос алан на сегодняшний день именно вот самую современную сам самыми последними данными по 2019 год ну автор сразу подчеркиваю что есть такая проблема как бы с археологией связано то что на северном кавказе очень еще пока слабенько проведены археологические работы и какой-то большой картины общей мы не видим то есть единственное место которое изучено максимальность хорошо который позволяет дать какие-то выводы это кисловодская долина где очень долгое время были аванские поселения и ранее потом они уходили оттуда приходили заново позднее и по ним можно сформировать хоть какую-то картину о том кто такие аланы были да и как как они вообще выглядели как жили книга сама разбита на пять частей там археология вот и теория какая-то общая идет потом археология очень подробно потом автор привлек специалистов лингвистов которые дали свою оценку и в конце еще завершается палеогенетикой то есть это самое современное исследование генетические современных жителей кавказа и остатков костных из археологических раскопков и вот как в принципе оказалось что палеогенетика в общем-то подтверждает выводы археолог значит и в основном на кисловодской долине но и на некоторых как бы дополнительных памятников обнаруженных вплоть от карсонара дату до чечни автор как бы такую выводит общую картину на сегодняшний день что известно в общем-то из материальных источников об аланах целом вот этот микс аланский он виден как они приходили как смешивалась культура как она замещалась очень интересно хорошо описано подробно достаточно то есть и вывод в принципе общий что действительно аванская кровь у всех по чуть-чуть как-то бессмысленно спорить рвать себе на рубаху на себе это рассказа что я там больше алан чем ты там но ты любит то что у нас на северном кавказе вот в этой вот территории примерно вот короче в черкесии кабардино-балкарии и юга ставрополя там многие много очень у всех крови аланской осталось но поскольку это профессиональный автор который непосредственно своими ручками копал изучал поэтому очень интересно вот эти все мелкие подробности узнать от него именно как как что какие детали отличают как культура смешивалась и в общем эта книга предлагает такое мнение она не очень большая просто за сутки вы и очень спокойно прочитаете вышла книга в издательстве таком не сильно раз известном издательстве не старая история можно там и заказать они доставляют достаточно быстро тоже не очень дорого стоит и принципе я рекомендую всем кто как бы интересуется и кавказской истории аланским вопросом так сказать освежить свои знания разобраться окончательно с этим вопросом ну по крайней мере отделить вот эту мифологию всю которая честно плетена кругом про аланов от реальные научных данных вот это вот реальный такой взгляд ученых благодаря этой книге вы можете это сделать рекомендую вам ее приобрести все всем пока